привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале галкин был одним из первых кто резко осудил действия властей россии а затем сбежал за границу надо полагать комик считал что антироссийская позиция и врожденные таланты помогут ему покорить запад однако реальность оказалась суровой галкин недавно на концерте вторил не другом россии посылая русский корабль куда подальше и что мол не надо лезть в семью пугачевых галкиных что у них там за закрытыми дверями никого не волнует но ведь они свою болезнь выпячивают теперь пугачева говорит зато по бабам не бегает парирует в ответ даже не на слухи она факты но и галкин отвечает прямо со сцены про меня говорят но как будто в этом есть что-то плохое но тут хочется отметить что галкин не перестает прощупывать почву и наводит мосты на счет своего возвращения нет не в россию а к русским деньгам новость об этом не могла стать совсем уж неожиданной однако все же в известной степени сполошила отечественное информационное поле очевидно что других реальных вариантов для получения более или менее стабильных доходов учиты галкина и пугачевой не осталось после бегства из россии критики спецоперации многочисленных оскорблений в адрес соотечественников галкин некоторое время пытался в одиночку тянуть лямку пополнение семейного бюджета мотаясь по европейским странам даже в такие далекие края как австралия и индонезия туда его правда не пустили то ли за длинным рублем то ли за коротким долларом отправлялся в итоге стало ясно что аудитория галкина исключительно русскоязычная а платежеспособные зрители остались в россии дело в том что заработки за рубежом на антироссийских выступлениях не обеспечивают артиста необходимыми средствами для привычного роскошного уровня существования в связи с этим и появилась информация что комик и на агент снизил размер своего гонорара на частные выступления еще недавно 10 миллионов рублей теперь 8 миллионов а кстати вычеркивает из репертуара он и русофобские приколы и готов даже зачитать с листа сценарий заказчика юморист долго давал понять что выбрал свою сторону в затянувшемся конфликте и убежден в своей политической позиции однако недостаток денег и заставил его изменить принципам галкин готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоратива для россиян из-за резко просевших доходов от концертов чтобы подзаработать артист может работать без импровизации читать написанный ему сценарий также собеседники из окружения галкина объясняет причину его переобувания да на самом деле просадка в доходах семьи пугачёвой впрочем все эти изменения в поведении мужа пугачёвой и его уступки не убедили многих жителей россии в комментариях к новости о хитром плане галкина россияне не стеснялись выражениях там ада на сельской свадьбе его уровень готов на любую мерзость и девиз галкина жрать захочешь и не так раскорячишься галкин публично признал что ему наплевать за что и от кого ему получать деньги он готов на любую мерзость лишь бы платили это как же нужно себя не уважать и ненавидеть свою родину чтобы пойти на концерты галкина и пугачёвой галкин отрезанный ломоть а что это петрушка еще может пусть брата своего доит мерзкий тип вышел в тираж не интересен никому самым же интересным предложением к юмористу выступила его бывшая поклонница просели доходы иди добровольцам на из своего впрочем интриги в этом сюжете нет вероятность того что юморист русофоб последует данному совету равна нулю